Продолжение следует... Из Таиланда, из Паттайи. Сейчас я начну трансляцию. И сегодня у нас очень интересная тема. Продолжаем работать с лицом, с нижней частью лица сегодня будем работать. И пока вы присоединяетесь, я вам расскажу историю, с чем сегодня наша тема связана. И ходит ко мне клиент на консультацию. И мы смотрим на лицо, с чем работать, объем работы, оценку лица я делаю. Что я вижу? Напряжение в нижней части лица. Поджатые губы. Поджатая нижняя часть подбородка. Чаще всего эти напряжения люди не замечают. И когда начинаешь работать с человеком, то сразу же на это обращается внимание. И мы начинаем выравнивать лицо, как оно должно выглядеть. И тогда уже изменения очевидны. Что чаще всего напряжено в нижней части лица? Круговая мышца рта. Она спазмируется. Все круговые мышцы и глаз, и губ, они центростремительно заворачиваются. И комкают весь низ лица. Это усугубляет носогубные складки. Это ломает обол лица. А те, кто обучается контролю, работой с лицом. Те, конечно же, получают результат расслабленности нижней челюсти. Вот этому я учу в скайп-консультациях. И иногда одного этого хватает, чтобы кардинально изменилась ситуация. Но сегодня я вам покажу упражнения, которые не силовые, а которые направлены на расслабление. И давайте я переключаюсь, чтобы мы начали с вами работать. С чего мы начнем? Сегодня мы с вами сделаем упражнение «Рамка для лица». Сегодня мы будем укреплять свои мышцы подбородка. Одновременно это упражнение укрепляет мышцы лба, щек. То есть мы создаем вот такую рамку для лица. Конечно же, это улучшает контур нашего лица. Итак, что нам нужно сделать? Шаг первый. С чего мы начинаем? Значит, средние пальчики. Сначала легкими воздействиями делаем такие пульсации на околоушные мышцы. Вот здесь легкие пульсации будем делать 30 раз. И пульсируем вверх и в стороны, вверх и в стороны движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пробуждаем мышцы. Дальше, что мы с вами делаем? Один палец ставим выше бровей, примерно два сантиметра с середины, вот сюда. А пальчик средней левой руки на впадинку подбородки вот здесь. И сейчас будем пульсировать этим пальчиком по направлению к макушке, этим слегка вниз. То есть мы сейчас лицо раздвигаем по вертикали. И давайте это сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы можете стимулировать таким образом одну минуту. От тридцати до одной минуты. Значит, смотрите, что мы с вами сделали. Перекресток лица. Запомните, здесь мы в стороны лицо слегка подтягиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чтобы у вас было ощущение вот этой линии, тянущейся к затылку. Мы в стороны, горизонтально здесь лицо подтягиваем от тридцати до одной минуты. Дальше мы вертикально лицо начинаем подтягивать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Следующее, что мы делаем, второй шаг. Подушечки мизинцев примерно на высоте нижней губы, ну где-то один сантиметр от нижней губы. Средний палец кладем на углубление у верхнего края ушной раковины. То есть вот так получается. И стимулируем вот эти точки. Сейчас мы лицо, контур лица поднимаем в сторону затылка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Это упражнение можно усилить. Я считаю, поэтому мне это показать сложно. Например, попробуйте сделать эту стимуляцию и гортань, язычок наверх подтянуть. То есть подняли небо, подтянули язычок гортани. Сегодня как раз я провожу мастер-класс по упражнениям от храпа. И мы будем тренировать верхнюю часть, где у нас гортань находится, язычок. Если это место ослаблено, как раз мы будем это тренировать, чтобы собственность боится от храпа. Вот сейчас в этом упражнении, вот в этой позиции нужно точно так же. Попробуйте. Подтянули и делаем стимуляцию. Гортань подняли, язычок подтянули. Получается? Напишите, поделитесь, получается или нет. Дальше послушайте мускулатуру лица. Что вам говорит сейчас лицо? Получилось у вас сделать натяжение по вертикали, по горизонтали. Есть сейчас ощущение подтяжки. Я хочу сказать, что эти упражнения, они хорошо тренируют обвисшую мускулатуру лица. Сначала мы пробуждаем мышцы, а потом мы их как бы заводим в правильное положение, как они должны стоять. После этого упражнения, если вы сделали правильно, после этого упражнения у вас ощущение, что ваше лицо натянуто на рамку. Вот поделитесь, есть такое ощущение или нет? Вокруг рта напряжение. Это говорит о том, что вся круговая мышца рта, значит, спазмированная. То есть вам нужны отдельные техники. Вчера я проводила перископ на расслабление этих зон. И вообще, ну, собственно, вы можете, конечно, поискать на моем канале, на ютубе бесплатные видео. Вы можете подписаться, можете искать меня в соцсетях и на нефидовской, фейсбук, контакты и так далее, во всех соцсетях. Но я вам рекомендую прийти на скайп-консультацию, чтобы индивидуально ваше напряжение отсканировать, что у вас, где начинает скапливать. И потому что эти напряжения, они тянут за собой остальные части лица, скомкается весь низ лица, скомкается шея и так далее, и так далее. Поэтому приглашаю вас, приходите. Ошибочное представление, если вы считаете, что вы только на какую-то часть лица поделаете упражнение, и у вас все изменится. Структура тела, структура лица – это единое полотно ткани. И если вы только в одном месте что-то поделали, а в другом точно так же происходит старение, это глубокая ошибка. Я предлагаю вам прийти на мастер-класс, в котором сегодня я, например, буду рассказывать, с чего начинать омоложение. Я буду подробно систему рассказывать, какие части лица должны омолаживать. Дальше, что нужно делать с организмом, чтобы это повлияло на омоложение лица. И когда вы знаете эту систему, когда вы знаете, что нужно сделать с осанкой тела, с осанкой лица, что нужно делать, какие упражнения с телом, с лицом, конечно же, когда вы получаете результат. Поэтому не оттешьте себя иллюзией, что поработав с одной частью лица, вы получите глобальный результат. Омоложение, но, к сожалению, вот как-то так. Надеюсь, что вы меня поняли, и до встречи. Сегодня была с вами Инна Нефидовская.